Всем привет! Добро пожаловать в новый влог! Продолжаем с вами не то чтобы влогмассы, но это рождественские влоги, которые я, кстати, обожаю снимать, монтировать и даже пересматривать спустя какое-то время. Это такие воспоминания, словами не передать. И я рада, что вам они также нравятся. Сейчас я отправляюсь на кухню, потому что у меня в планах приготовить супер нежный, очень вкусный паштет в песочном тесте, который можно подавать в качестве закуски к рождественскому столу и не только. Потому что именно в холодном виде, даже не просто свежеиспеченный, а когда он остынет, поставить его в холодильник, потом можно утром съесть, с чем угодно. В общем, вот такая вещь. И также в этом влоге мы с вами распакуем кое-какие подарки. Пол одиннадцатого мы с Томиком решили открыть вино, потому что у меня еще продолжается готовка, он убирается. Между прочим, вино местное, сделано в Кракове. И что самое прикольное из того виноградника, который у нас здесь рядом с домом. Еще сейчас я буду готовить паштет, точнее мясную часть, и потом уже запеку его на Рождество. В общем, рецептик вы знаете, где искать, но по-быстрому покажу, что и как. Я уже начистила чеснок, два зубчика, нарезала лук. Если нет термомикса, то вообще не беда, измельчаете и поджариваете на растительном масле. Нам также понадобятся шампиньоны, у меня упаковка около 250 грамм. Пока тушатся грибы с луком и с чесноком, мы возьмем батон или любую булочку, зальем немного молоком для того, чтобы это все размягчить. Я сказала, что грибы мы измельчаем, реально измельчаем. То есть можете пользоваться обычным блендером. Теперь сюда же добавляем мясо. По рецепту нам нужна говядина, но ее не оказалось в магазине. Именно перемолотая. Я уже не хотела заморачиваться, так поэтому взяла чуть-чуть другое. Я буду использовать свинину. Свинина тоже была в рецепте, свинина с говядиной. Но у меня будет свинина с индейкой. Мясо выкладываем на ту же сковородку, на которой был лук. Все, что мы там поджаривали с грибами. И тоже жарим 10 минут. Отжимаем нашу булку и кладем сюда 2 яйца. Если вы все готовите сразу с тестом, а не так, как я заранее, то там нужно будет разделить белок с желтком. Желтком мы будем смазывать верх нашего паштета в тесте. А белок кладем прямо сюда в фарш. 2 чайных ложечки прованских трав. Пол чайной ложки мускатного ореха. Пол чайной ложечки сушеного имбиря. У меня его не оказалось, поэтому он будет свежий. Чайную ложечку или чуть меньше черного перца. И чайную ложку соли. Вымешиваем. Шел третий день готовки. И сегодня я буду доделывать паштет. Для тех, кто не любит заморачиваться, покупаете французское тесто, которое слоеное. Выкладываете и с расчетом на то, что паштет мы еще будем прикрывать. Я же вчера вечером заранее сделала песочное тесто, оно соленое. Положила его в холодильник. Сейчас вот достала, раскатала тоненько. Выложила бортики и дно. Также оставила часть для того, чтобы пластом таким накрыть. Теперь выкладываем наш фарш. Еще раз раскатываем тесто. Я вот так вот в двух кусочках пленки это делаю. Тогда стол чистый и муку не нужно раскладывать. И удобнее, в принципе. Выкладываем фарш и поверх прикрываем, запекаем. Час, скажу при какой температуре. И все. Прям сильно тоненько тесто не раскатывайте, чтобы оно не рэпнуло, как у меня. И теперь берем желток и смазываем. Запекаем 50-60 минут при температуре 200 градусов. Паштет готов. Дайте ему обязательно остыть где-то часок. И только потом снимайте форму. И когда он будет хотя бы комнатной температурой, вот тогда можно нарезать такими кусочками. Также буду декорировать маленькую елочку. Это, кстати, не цельная елочка. Она сделана из остатков. Насколько я понимаю, какой это хвой. И она должна постоять довольно долго. Обещали, что до конца января. Но я как-то в этом чуть-чуть сомневаюсь. Потому что она подсохла за эту неделю. Да, у меня не было времени реально, чтобы ее украсить. Целую неделю бедняжка стоит и ждет. Но главное, что я успела до праздников. У меня есть 4 вот таких коробки со всем декором вместе с елочными игрушками. Может казаться, что у меня просто какое-то нескончаемое количество всего. Но на самом деле я многое раздаю, распродаю или переделываю после каждого года. И стараюсь перебирать, чтобы ничего не лежало без дела. Здесь у меня в основном все для рукоделия. Я вам показывала более подробно в том влоге, который никогда не появится. Так как карточку я не могу найти уже несколько дней. Поэтому плюнула. И ладно, бывает. Я уже перестала даже об этом думать, вспоминать. И здесь у меня есть искусственный снег. Вот, кстати, верхушка. Игнат очень хотел украшать со мной. Поэтому я сейчас позову его. И еще в этом году я купила пистолет для горячего клея. Он стоил там какие-то копейки. Действительно, и отдельно купила еще и клей. Покупала в Тедди. И он очень хорошо справляется. И суперудобно. Потому что пистолет с маленьким носиком. То есть клей выдается маленькими каплями. Если присмотреться, то здесь у меня даже что-то из пасхальных украшений. Ну вот, когда я что-то украшаю, да, то перебираю все, что есть. И выбираю, что мне больше всего по настроению подходит. Наверное, так. Даже не по цветам. Я специально как-то все не подбираю. Но если у меня красное настроение, то это заметно везде. Даже пистолет красный. Но я не специально. Это случайно так получилось. Хлопок. Вот такие веточки. То есть это натуральный хлопок, но это не цельная веточка. Он искусственно приверчен на нее. То есть натуральный хлопок замонтирован на одной веточке. И потом вы снимаете и можете перестроить его куда угодно. Такие ветки можно купить на Алиэкспресс. В прошлом году я заказывала сранье, а потом забыла. Еще мне очень нравились вот эти веточки. Я ими украшала веночек. Так. Что-то там застряло. Наш рождественский веночек. И в следующем году я, наверное, тоже куплю такие же. Фокус, пожалуйста, покажи, что я имею в виду. Видите, на ягодках как будто застыли капли воды. Это так интересно выглядит. И когда это не цельная веточка, а так по чуть-чуть берешь эти ягоды, то очень симпатично выглядит, как замороженные. Обожаю. Игната, что это ты принес? Такие. Покажи, пожалуйста. У нас моя рация. Твои или папины? Личные. Личные вещи? Ну, конечно. Я хочу показать. Сейчас они разберут эту елку. Как тебе красиво, Захар. А я? Ты тоже? Я тебя хвалила чуточку раньше. Какой ты у меня красивый взрослый. Заимно! Подожди! Субтитры сделал DimaTorzok Я хотела сделать так, даже без освещения. И ее вы увидите во всех новогодних видео, которые я буду снимать с фоном сзади в моей комнате. Второй раздел. У нас первый день Рождества, но второй день, получается, праздников. Он тоже всегда проходит у нас. Я готовлю обед с самого утра. Затеяла тут такое, что вообще. Но все готово. Буду опять ставить все на стол. Я не успела снять рецепт, но мой гуляш спустя 4 часа готов. Вообще, в эти праздники я реально настолько загружена вот именно бытовухой, что я ничего не успеваю. Надеюсь, что вы отнесетесь к этому с пониманием. Чуть позже с вами поболтаем. Субтитры сделал DimaTorzok Мы всегда заодно еще и празднуем день рождения Томака. Ура! Дмухамед, 6 разом, 3, 4... А еще хотела кое-что рассказать. С 28 декабря у нас ужесточают карантин. И это продлится до 17 января. Пока что сказали так, а дальше посмотрим. И в саму рождественскую ночь нельзя покидать свой дом. В 7 часов вечера, насколько я помню, то есть если кто-то куда-то едет, ну не знаю, там, мало ли, к родственникам или к своей второй половинке, если кто-то не проживает вместе, да, то нужно остаться ночевать. И до 6 часов утра в 7 вечера нельзя вообще выходить из дому. А так вообще, ну, все позакрывают. Не так жестко, конечно, как в начале весны. У нас-то было с марта, но тем не менее у нас снова ограничения. И как раз так совпало, что у всех детей в Польше будут каникулы, зимние каникулы после новогодних праздников до 17 января. И позакрывали все отели, нельзя так же кататься на лыжах, короче говоря, никуда не поедешь. А мы хотели хотя бы поехать там в горы, куда-то походить, покататься на лыжах. Вот такая странная зима. Надеемся, что это только в этом году, хотя, знаете, ничего не изменится с боем курантов. Так что у нас особых планов даже нет. Ни на Новый год, ни на зимние каникулы. Пока что я не знаю, чем мы будем заниматься. Вроде как садики открыты. Это единственное, что работает из детских таких учреждений, государственных и также частных. Я не знаю, пускать Игната в детский сад или нет. Потому что мне даже проще с двумя детьми дома, чем с одним ребенком. Они, если не играются, то дерутся, но в любом случае заняты. И я думаю, что мы также не будем как-то особо праздновать Новый год. Возможно, мы пойдем к нашим соседям. То есть как можно пригласить несколько человек домой, а вообще нельзя устраивать какие-то супер вечеринки. И там тоже есть определенные ограничения, то есть больше, чем сколько-то приглашенных не может быть. То есть нельзя пригласить 10 человек и всех оставить ночевать у себя дома, потому что за это большие штрафы. Вот такая ситуация. Также торговые центры не работают, рестораны только на доставку. И нужно еще снова скупить продукты, чтобы не остаться голодными. Но я в любом случае могу хоть гречневую кашу с маслом съесть. А вот детей нужно чем-то кормить. То есть нужно скупить хотя бы основные такие, знаете, базовые продукты, чтобы было из чего приготовить блинчики. И, ну, что-то такое, знаете, для деток. Продолжаем нашу коронную жизнь. Я даже не знаю, как это можно описать. Какая-то новая реальность. А сейчас у нас с вами будет небольшая распаковка подарочков. У нас подарки символические. То есть не на определенную сумму, вот кто что хочет. У меня в жизни, мне кажется, есть все и даже чуточку больше. Но для меня это знак внимания и детали меня покорили. В общем, первая это вот красивая такая элегантная статуэточка. Я на самом деле ее уже сразу поставила в кухне на таком видном месте. Она очень красиво дополнила мою композицию. И каждый год теперь буду обязательно ставить этого чудесного ангела. Очень-очень красивая. И у моей свекрови отличный вкус. Она знала, что мне понравится то, что она выбрала от всех родственников. Это первое. Дальше махровые носочки. Между прочим, вот в сезон праздников я часто надеваю именно праздничные носки. Они у меня есть прикольные, тоже красные. А эти еще и тепленькие. И не знаю, почему так, но у меня вечно не хватает носков вообще, в принципе. Поэтому носкам я всегда рада. Теперь гляньте, какая красота. Вот эту коробочку я обязательно сохраню. Я влюблена уже даже в саму коробку. Это текстурированный такой картон. И здесь сверху приклеена елка. Из такого же материала очень красиво это выглядит. И что внутри? Мне жалко было расставить сразу все. Я очень люблю такие вещи. В общем, смотрите. Здесь есть такие красивые подставочки под каждую свечу. Свечи перевязаны шнурочком. Тоже вы знаете, что у меня такие же есть. В общем, можно расставить. Видите, сделать самой такой декор. Есть три отдельных подставочки. Деревянных свекровь, как знала. Можно еще вот это выложить. Это искусственная ель. Но, как идея, тоже прикольно. Можно как-то между ними это положить. И здесь еще и зимний чай. Вот такой прикольный. Наверное, это черный чай. Нет, написано, что фруктовый. Типа как глинтвейн. Да, черный чай 50%. И остальное это все типа как смесь для глинтвейна. Безалкогольного. Мне очень нравится. Я прям открыла. Думаю, класс. Это же надо было так угадать. И со стилем, который мне сейчас нравится. И тоже чаек в тему. Буду согреваться в холодное время года. Это еще не все. К чаю темный шоколад. 85% какао. Тоже свекровь знает, что я никогда не покупаю и не ем. Мне по вкусу не нравится молочный шоколад. А вот за темный я всегда очень благодарна. Что же подарил мне мой муж на праздники? Это тоже забавная ситуация. Потому что, ну как, смех сквозь слезы. Скорее так. Потому что это связано с поездкой. К счастью, это никак не привязано к сезонности. И мы сможем поехать даже весной или летом. Я очень ценю такие подарки. Потому что я на самом деле, знаете, ни в чем не нуждаюсь. А какие-то воспоминания, какой-то новый опыт. Что-то вот, что отложится в памяти. Что будет приятно вспомнить. И еще раз прожить эти эмоции. Для меня это бесценно. И вот если сейчас мы можем куда-то поехать, в принципе. То есть границы в Европе открыты. То приезжаешь, а там карантин. Или же отели какие-то не работают. Или рестораны. Поэтому мы не торопимся. Но мне приятно, что он заранее подумал. И не важно, когда это произойдет. Для меня главное внимание и забота. И вовсе не обязательно для меня получать что-то вот именно, знаете, в физическом плане. Что я могу потрогать. Что я могу там использовать каждый день. У меня этого и так предостаточно. И я перед праздниками себя порадовала тем, что хотела. Это и набор Дайсон. Это и косметика какая-то. И тапочки мои любимые. Я показывала вам все мои хотелки. Поэтому такие материальные мечты я сама осуществляю. И в нашей семье я больше такой бьюти-эксперт, скажем так. И все, что касается гаджетов, красоты какой-то, я обычно выбираю для всех. И Томак даже спрашивала, хочу ли я себе 12-й айфон. Но, вы знаете, такие противоречивые отзывы для меня это тоже не просто телефон. Не просто, чтобы попантоваться. А для меня это предмет, который облегчает мне работу. Это то, на чем я постоянно что-то делаю. То, что связано с моей деятельностью и в Инстаграме, и на Ютьюбе. И я сказала, что я не хочу тоже торопиться. И, в принципе, меня устраивает мой телефон. Он работает, он полностью исправен. И там еще куча свободной памяти. Потому что в прошлом году Томак на праздники мне дарил телефон. И там максимальное количество памяти, насколько я знаю. Так что с телефоном тоже сказала, что это бессмысленно. А вот поездку я буду ждать с нетерпением. И праздники для меня наступят еще позже, еще раз. Сегодня у нас 29 декабря. То есть, именно в этот день у Томака день рождения. И несмотря на то, что мы чуть-чуть так отмечали заранее, я решила не оставлять его без сюрпризов и без подарков. Давайте по порядку. Я вам сейчас такой прикол покажу. У меня всю жизнь с математикой плохо, но я превзошла себя. Для кого-то это покажется странным. Но я знаю, что Томаку очень нравятся свечи черного цвета. Мы также не суеверны. И мало того, он хотел купить такие мужские композиции зимние на подарок. И он тоже это сделал. И я решила, что почему бы не купить ему в офис вот такую свечу. Она в горшочке. Здесь и хлопок, и разные сухоцветы, и какие-то шарики, но они не слишком яркие. То есть, не совсем типа как по-новогоднему, а больше праздничная такая свеча. И он все ходил, облизывался на такие композиции в нашем цветочном магазине. У меня не хватило сил в этот раз сделать самой. Но мне показалось, что это хорошо впишется как раз на его рабочий стол. И он был супер удивлен утром. И видно было, что ему это очень-очень понравилось. Поэтому, несмотря на то, кто что скажет. Если вам нравится, покупайте. Если нравится вашим близким, то не обсуждайте, а просто исполняйте их маленькие мечты. Помимо этого, я также решила заказать ему тортик. Такой он красивый, прям как мини-зимняя сказка. Кстати, вкус у него тоже у Томака любимый. Это карамель и орешки. Соленая карамель. Также я приобрела свечи золотые. Сейчас расставлю. И фейерверки. Мальчики поехали к бабушке. Томак сейчас на массаже. Я не смогла отправиться с ним, потому что у меня сегодня проблемы с желудком. Целое утро я мучилась. Так что Томак съездил сам. Ему очень понравилось. Сказал, что то, что надо. И сейчас я расставлю свечи и фейерверки. И когда приедут мальчишки, мы еще раз споем нашу песенку. Ну, ту песню, которую всегда здесь поют на день рождения. И поздравим Томака. Пусть задувают свечи, загадывают заветное желание. И пусть в этом году жизни оно обязательно исполнится. Также в магазине нашла красивые елочные игрушки. Мы несколько разбили. И я подумала, докуплю, пусть будут тоже на следующий год. Вот птичка. Ой, вижу, что сейчас у нее что-то на крыле. Ну, да ладно. И сова, как символ мудрости, какой-то зрелости. Очень они, конечно, прикольные. И сейчас посрезаю этикетки и сразу же повешу. Короче, что я начудила? Сейчас вообще непонятно. Это четверка, тройка и еще один такой праздничный шар. Мальчишки поздравляли Томака с днем рождения. И дарили рисунки, на которых написано было, что там подписка на его любимый журнал. Ну, в общем, что его еще ждет? И я, короче, считала, считала. Думаю, мне будет 33, значит, ему 43, блин, а ему 42. И я, когда привезла это домой, то есть надули специально для меня. И сказала маме, мы так посмеялись. Я говорю, мальчикам тройку не даем. Но они говорят, мама, ну, такого красивого. Короче говоря, мы немножечко состарили Томака. Они специально, в общем, мы все посмеялись. Еще один подарок для мужа, который мы выберем попозже. Потому что я рассказывала вам, что у нас все позакрывали. А я решила подарить ему новый лыжный костюм, потому что у него старый. И себе я тоже хотела бы обновить. Так что мы отправимся за нашими обновками уже попозже. Когда все устаканится, когда все нормализуется. И можно будет примерять. И вообще, когда магазины, собственно говоря, будут работать. Потому что онлайн это все выбирать не так-то просто. Лучше примерять. А сама без примерки я решила не покупать. Потому что это не дешевые вещи. И не хочется тоже заморачиваться. Постоянно что-то отправлять, менять. Вообще Томак очень сильно не любит покупать что-то онлайн. Он предпочитает стационарные магазины. Ой, как здорово сейчас иду запрятать. В общем, расставила я свечи. Между прочим, такие элегантные. Мне нравятся или серебряные свечи, или золотистые. Такие они тоненькие, высокие и два фейерверка. Мальчишки, между прочим, не знают, что я съездила за еще одним тортом. И сейчас... Тортом или тортом? Не суть. Сейчас мне нужно где-то это запрятать. Потому что Томак тоже не ожидает и не хочется испортить свой сюрприз. Куда бы его пристроить? Потому что за окном довольно тепло. А еще то, что я забыла вам рассказать. В общем, когда мы делали веночки с Настей и с детьми, пострадала моя влоговая камера. Да так, что объектив не открывается. И сейчас некоторые сервисные центры закрыты. Какие-то заваленные работы. Вообще не хочется лишний раз куда-то соваться. Было много разных других хлопот. Я сильно расстроилась, потому что это мой рабочий инструмент на камеру Canon G7X Mark II. Я снимаю большую часть своих влогов. Кое-что на iPhone, но все-таки по большей части именно на эту камеру. И она была мне необходима. Я очень хотела снять именно рождественские влоги. И Том их сказал, Оль, ну что ты заморачиваешься? Купи себе новую, а тут сдадим потом ремонт и будет у тебя запасная. Я так и сделала. Так что самый необходимый подарок для меня это камера, на которую я сейчас снимаю. Это новая камера, такая же, как у меня была. И я рада, что мы сделали именно так. На этом мы с вами будем прощаться. Не забывайте поставить пальчик вверх. Мне будет очень приятно. С наступающими вас праздниками. Микуся присоединяется. И увидимся с вами уже в 2021 году. Да, пока-пока. До новых встреч уже совсем скоро.